Вся милиция, находящаяся в зале, срочно оцепить ДК юбилейный, так как только что стреляли в Игоре Талькова. За кулисами был выстрел в Игоре Талькова. Если есть в зале врачи и скорой помощи, или любой врач, который может оказать медицинскую помощь, просьба подойти ко мне сюда на сцену. Срочно! Летний дождь, летний дождь, и повержен, и пою. Я воскресну и спою. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость. Чистые пруды, застенчивые ивы. 6 октября 2024 года будет очередная дата со дня гибели известного российского певца Игоря Талькова. Он был застрелен в 1991 году во время одного из сборных концертов в Санкт-Петербурге. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве исполнителя Игоря Талькова в октябре 1991. Материалы дела уже переданы судье и проходят первые суды. Фигурант дела является концертным директором певца. Шляфману заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, а также покушение на такое убийство. По мнению следствия, в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман во время конфликта с представителем одного из артистов Игорем Малаховым из-за очередности выступлений на концерте попытался его застрелить. Малахов увернулся, в результате чего Тальков получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия. В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле. В январе 2022 года Петроградский суд Петербурга заочно избрал ему меру пресечения, ведя заключение под стражу на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ. 8 июля 2024 года Следственный комитет РФ заявил об окончании расследования дела об убийстве Талькова. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова. По версии следствия, в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами конфликта концертного директора Валерия Шляфмана с представителем одного из артистов Игорем Малаховым, Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову. В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи Следственного комитета России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений. Но несмотря на факт окончания расследования по делу Талькова, даже спустя столько лет после убийства семья музыканта так и не нашла ответы на свои вопросы. Так и осталось загадкой, кто, а главное для чего, на самом деле сделал тот роковой выстрел. Татьяна Талькова в тот страшный день потеряла мужа, а маленький Игорь – отца. Как сложилась жизнь вдовы и сына, культового певца, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Игорь Тальков обожал сына, старался проводить с ним как можно больше времени и уделял максимум внимания. Мальчик рос в атмосфере любви и заботы. Певец сделал все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Внезапная гибель отца стала для мальчика шоком. Его мама, а также бабушка и дедушки сделали все возможное, чтобы смягчить удар судьбы. В детстве и подростковом возрасте Игоря всегда интересовались серьезные, взрослые вопросы о смысле жизни, перепятиях истории, музыкальные гены и непогадавым взрослые интересы в один прекрасный момент привели его к написанию песен. Так же, как и отец, он занимается музыкой. Парень освоил вначале игру на синтезаторе, а потом и на гитаре. А первые куплеты были написаны ими еще в подростковом возрасте. Со временем стало понятно, что это не просто увлечение юности, а жизненное призвание. Сегодня единственному ребенку Игоря Талькова почти 43 года, и он очень не любит приставку младший. Он обладает яркой индивидуальностью и создает свою музыку, а не копирует стиль отца и не сравнивает себя с ним. У него абсолютно другой путь. По словам Игоря Талькова-младшего, стихи и музыку он стал писать в 16 лет. Когда отец был жив, я его песни вообще не слушал, а начал прислушиваться только годам 16, когда стал влюбляться, и меня поперло писать стихи и музыку. Первое время я жутко стеснялся их кому-то показывать. Слава отца давила. Говорят же, что природа на детях талантливых людей отдыхает, рассказывал Игорь Тальков-младший в интервью. Игорь Тальков-младший выступает как с песнями отца, так и с собственным творчеством. Каждый год, 6 октября, в годовщину гибели родителя, он устраивает концерт у дворца спорта юбилейный в Санкт-Петербурге. Игорь Тальков-младший до сих пор верит, что смерть его отца не случайна. Убежден на все сто, что это было заказное убийство. За огромные деньги, а не пьяная потасовка. Я встречался с человеком, который был водителем скорой помощи в то время. Так вот, он мне сказал. Все наряды знали. Из питерского дворца спорта юбилейный поступали звонки, что там стреляли в Игоря Талькова. Но был дан приказ ни одной машины на помощь не выезжать, делился музыкант мнением журналистами. У сына советского рок-музыканта на счету один альбом. В дальнейшем он отказался от этой практики. И все свои новые песни сразу выкладывает в интернет. И признавался в интервью, что материала хватило бы и на пять альбомов. У него есть несколько музыкальных наград от московской рок-лаборатории «Рокдом» и независимой петербургской премии имени Валерия Петрова. В 2009 году он создал свою группу «Мир и мир». Само название отражает жизненный принцип Игоря. Он принципиально не берет в руки оружие. И заявил, что не пойдет воевать, даже получив повестку. «Мама написала, что мне пришла повестка. Но я вообще терпеть не могу. Там что-то прятаться, там бояться кого-то, всякая фигня. Только говорю, меня никто не заставит никогда бать взять оружие и идти убивать или там хотя бы даже его на кого-то направлять. Моя оружие, музыка и все». На телевидении его можно увидеть в передачах, посвященных памяти отца. Больше 10 лет он дает импровизированные концерты в Питере на ступеньках Дворца Юбилейный каждый год 6 октября. У Игоря Талькова-младшего довольно сложный характер. Все, кто с ним общался, отмечают его принципиальность и бескомпромиссность. Эти черты он унаследовал от отца, который никогда не прогибался под власть и не писал на заказ. Личная жизнь артиста насыщенная. За плечами у него два брака. Со второй женой есть совместная дочь Варвара, которая в данное время живет с матерью в Германии. Сейчас певец женат на Светлане Зиминой и пара вместе воспитывает двоих сыновей – Святослава и Мирослава. К сожалению, не обошлось и без скандалов. У Талькова были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Его задержали за вождение в нетрезвом виде. Но последние годы он заявил, что полностью бросил пить и ведет здоровый образ жизни. Однако в 2023 году общественность колыхнула новость о задержании певца в Москве. С собой у него был пакет гашиша. На мужчину завели административное дело. Октябрь 1991 года навсегда останется черным в памяти Татьяны Ивановны Тальковой. Известие о гибели мужа сильно подкосило женщину. Она была в ужасном эмоциональном состоянии и нашла в себе силы жить дальше только ради маленького сына. Его воспитанию она и посвятила свою жизнь. Более 30 с лишним лет вдова Талькова не только занималась сыном, но и проводила собственное расследование. В одном из интервью женщина сказала, что подробности следствия от нее постоянно скрывались. Да и знакомиться с делом толком не дали. Так и не добившись справедливости, она оставила затею с расследованием. Однако, внимательно следит за всеми появившимися в прессе новостями. И как нам известно, следствие завершено по делу Талькова. Проходит череда судов. Но вдова по этому поводу не высказывалась. Но что стало известно из последних новостей? В Петроградском районном суде 12 сентября этого года по делу Валерия Шляфмана допросили вдову Игоря Талькова, Татьяну Талькову. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Талькова рассказала суду, что в день убийства ее супруг приехал на концерт заранее. Был счастлив. В это время за кулисами уже начало происходить что-то странное. Певцу сказали, что порядок выступлений артистов хотят поменять. После этого случился конфликт. После случившегося убийства, очевидцы рассказали Татьяне Тальковой, что пистолет видели сначала в руках охранника Азизы Игоря Малахова, а охранник Талькова Валерий Шляфман пистолет взял уже в конце. Также Татьяна Талькова рассказала, что после инцидента Валерий Шляфман не утаивал своего намерения уехать в Израиль. Что касается личной жизни, то Татьяна так и не вышла замуж снова. После потери мужа ей до сих пор сложно свыкнуться со статусом давы. Попытки наладить личную жизнь были, но по признанию самой женщины все было не то. Никто не мог заменить Игоря. Всю свою нерастраченную любовь она отдает семье, сыну и любимым внукам, в которых души не чает. Работает Талькова в сфере кино, кастинг директором. Среди успешных проектах, на которых она работала, можно выделить стиляги, обитаемый остров и большой. Изредка Татьяна Ивановна дает интервью, участвует в концертах, посвященных памяти мужа. А вот ток-шоу особо не любит, ведь на них бывает много спекуляций, на слишком больной для нее теме. Вместе с сыном она старается сохранить добрую память об Игоре Талькове, но скандалы, кажется, преследуют семью. В 2019 году мать и сын подали сразу два иска против певицы Азизы. Ее считают причастной к смерти певца. Звезда 90-х в эфире одной из телепередач обвинила Талькова в сводничестве. Якобы еще в 1990 году он обманом пытался заманить ее навстречу с одним из криминальных авторитетов. Близких Талькова это возмутило. В итоге они обвинили певицу в клевете и попытки опорочить репутацию Игоря Талькова. Однако суд встал на сторону Азизы. Семья Талькова полностью прекратила любое отпущение с певицей. Татьяна Талькова не ищет публичности, а хочет только одного – правды и справедливости. Игорь Тальков-младший нашел себя в музыке, хотя его карьеру нельзя назвать успешной. Однако самый болезненный вопрос в их жизни так и остается незакрытым. Ведь точной причины гибели Игоря Талькова, а также имени заказчика и исполнителя преступления, так до сих пор нет. И с каждым годом надежды на честное расследование все меньше и меньше.